Краеугольный камень номер два Краеугольный камень номер два Вам всегда нужно что-то отдавать Если мы с вами живем в мире, который был создан справедливым творцом, а я верю, что так оно и есть, возможно, это лишь предположение с моей стороны, но я предпочитаю строить жизнь на этом основании. Я верю, что так оно и есть. Таким образом, создавать мир, где говорится, что вы даете, то и получаете взамен, при этом утверждая, что вам не нужно ничего отдавать, это несправедливо. Поэтому я уверен, мир создан таким образом, что вам всегда нужно что-то отдавать. Ни один из присутствующих в этом зале не является исключением из принципа отдавания. Это принесет в вашу жизнь такое изобилие, о котором вы и помыслить не могли, если вы только поймете всю силу этого принципа. У вас всегда будет что-то... Вы скажете, погоди-ка, скип, у меня не совсем много денег. Я не говорю про деньги. Вы скажете, я не очень талантлив. Я не говорю про талант. Я очень занятой человек. У меня нет времени. И я не говорю про время. То есть, мы можем обо всем об этом поговорить, но давайте поговорим о том, что есть у каждого из нас. У всех присутствующих в этом зале то, о чем я скажу, есть в изобилии. Готовы? Скажите «да». Хорошо. Каждый из нас способен говорить слова похвалы и поддержки другим людям. Каждый. И если вы хотите, вы найдете причины это отдавать. Если не хотите, то вы найдете причины это не отдавать. Если вы ищете хорошее в других людях, вы найдете это. Если вы ищете плохое, то вы найдете это. Если вы ищете слабые стороны, то вы найдете слабые стороны. Если вы ищете сильные стороны, вы найдете сильные стороны. Вопрос в том, хотите ли вы искать сильные стороны и говорить слова поддержки и похвалы. В процессе отдавания слов поддержки и похвалы вы кое-что сеете. О каком принципе мы говорим? Принцип отдавания. И его краткое содержание гласит. Что вы отдаёте, то вы и получаете взамен. Что вы отдаёте, то к вам и возвращается. Позвольте вам задать вопрос. Что вы предпочтёте, чтобы другие вас критиковали, принижали или оскорбляли, или чтобы вас поддерживали и воодушевляли? Ответьте мне. Можете ответить. Чтобы поддерживали? Я согласен с вами. Вряд ли я найду кого-нибудь, кто мне скажет, «Моя заветная мечта в жизни — это найти сотню человек, которые бы критиковали меня каждый день с утра до ночи». Вот бы мне такую команду собрать, я был бы счастлив. Мы все знаем силу воодушевления. Мы все знаем, насколько больше мы сможем сделать. Нам говорят, что люди гораздо упорнее работают ради признания и поддержки, чем ради денег. Мы знаем, как приятно, когда это к нам возвращается. Но единственный способ, как это к нам вернётся, это посеять такие семена, которые позволят урожаю вырасти, чтобы мы могли его потом собрать. Поэтому хвалите и поддерживайте других людей. Да, потому что это им поможет. Да, потому что это придаст им сил. Да, потому что это сделает их лучше. Но ещё и потому, что таким образом вы сеете семена урожая, который вернётся к вам и будет питать вашу жизнь. Вот, что это означает на самом деле. Когда вы поддерживаете, воодушевляете, строите других людей, вы на самом деле строите себя. Не имеет значения, возвращают они вам эту поддержку или нет. Не имеет значения, что они вам ответят. Имеет значение только то, что вы сеете семена. Когда вы их посеете, вырастет урожай и вернётся к вам. Поэтому, когда вы воодушевляете других людей, вы строите себя. Будьте осторожны. Этот принцип работает, как бы вы его не использовали. Если вы унижаете других, если вы сплетничаете, если вы критикуете, если вы выискиваете плохое, если вы ни во что их не ставите, то именно это к вам и вернётся. Таким образом, каждый раз, когда вы критикуете других, вы разрушаете себя. Единственная причина, почему люди унижают других, и если бы этому учили на всех собраниях в нашей стране, если бы этому учили во всех школах нашей страны, если бы этому учили во всех домах детей с измольства, то сейчас мы бы жили совершенно в ином мире. Единственная причина, почему вы унижаете другого, потому что вам что-то не нравится в себе. То, что вам не нравится в другом человеке, вам в нём это не нравится, потому что вы это видели в себе. И вам это в себе не нравится. Поэтому мы критикуем, мы унижаем, мы оскорбляем, мы выражаем разочарование в других людях, потому что в них есть что-то, что напоминает нам себя. Мы сеем семена разрушения в их жизни, и это означает, что они к нам вернутся, и в процессе разрушения других разрушат нас самих. Так часто мы унижаем других людей, думая, что если мы их достаточно унизим, то сможем сами над ними подняться. Ничто не может быть так же далеко от истины. Когда вы оскорбляете кого-то ещё, когда вы кого-то унижаете, критикуете, вы спросите, «Скип, а почему ты об этом говоришь?» Мы так не поступаем. Поступаем. Само срывается. Мы живём в обществе, которое прославляет этот процесс. На нём строится жизнь. На нём строится юмор. Постоянный процесс принижения, насмешек над людьми, а подсознание не знает разницы между правдой и вымыслом. И если в человеке есть что-то, что не нравится нам в себе, вы начинаете его унижать. Ведь это сеет семена вашего собственного разрушения и ведёт вас в бездну, даже если вы в процессе зарабатываете кучу денег. Это очень важный жизненный принцип. Что вы отдаёте, то вы получаете взамен. Да, это к деньгам тоже относится. Когда я только начал понимать всю силу этого принципа, понимаете, в моём религиозном воспитании меня всегда учили, что нужно отдавать 10% десятину от всех моих заработков в церкви, в которую я хожу. И мне это очень не нравилось. Несколько лет я противился этому, спорил, и наконец сказал, «Ладно, я всё понял. У меня и так дела идут не очень. Мне и 100% заработка не совсем хватает. Я не уверен, смогу ли я так же жить на 90%, но я попробую». И я начал этот процесс. И на 90% заработка я жил лучше, чем на 100%. Тогда я попробовал 80%, потом 70%. Даже начал приближаться к 60%. Я понял, что принцип всегда, всегда, всегда работает. Однажды меня пригласили на выходные в Орегон провести семинар. Он шёл в пятницу вечером и весь день в субботу. У меня было 16 часов на то, что я сейчас пытаюсь делать за 6. В тот день я рассказывал гораздо больше историй. Я помню, я провёл семинар, и одна супружеская пара пригласила меня в свою церковь, которая была в полутора часах езды к югу от того места, где я проходил семинар, чтобы я приехал в воскресенье утром на службу. Я поднялся с рассветом. Когда солнце встало, я уже вёл свою машину на юг, чтобы успеть на службу. Я туда приехал, установил оборудование, приготовился. Самая ранняя служба начиналась в 8.30 утра. Пастор начал службу, спел пару песен, представил меня, дал мне слово. Он попросил, чтобы где-то посередине я передал ему слово, он соберёт пожертвование, а потом снова передаст слово мне, и я закончу. Так я и сделал. Где-то на середине выступления отдал микрофон пастору и сел. Он сказал, пришло время сделать пожертвование. Он сказал, я вчера был на семинаре, я слышал, как молодой человек говорил, что вы отдаёте, то и получаете взамен. И сказал, давайте посмотрим, проводит ли он в жизни то, что проповедует. Он повернулся и посмотрел на меня. И вот он, я, сижу на возвышении, на виду всего собрания. Все теперь знают, что он говорит обо мне. Все смотрят, пожертвую ли я деньги. Я это частенько делал, в любом случае. В большинстве случаев, когда меня приглашают выступать, мне предлагают покрыть все расходы, или дают гонорар, или что-то в этом роде. Я засунул руку в карман, вытащил первую попавшуюся купюру, посмотрел на неё, и положил руку обратно в карман. Посмотреть, найдётся ли там более подходящая купюра. Я знал, что самая мелкая купюра, которая у меня была при себе в тот день, достоинством 50 долларов. В те дни для меня это были большие деньги. И я подумал над этим. Я знал, что следующая купюра окажется сотиной, а сотню я точно не пожертвую. Не потому, что это того не стоит, не потому, что Господь этого не заслуживает, а просто потому, что мне ещё нужно домой добираться. И я положил 50-долларовую купюру. Никто в зале не знал, сколько я пожертвовал. Никто. Для пожертвований передали такой тканевый мешочек. Я опустил туда руку и положил денежку поглубже. Пастор передал мне слово, я закончил выступление, провел полностью вторую службу, ещё раз прошёл через этот процесс, но пастор то же самое не говорил, и меня там тоже уже не было. В этот раз во время сбора пожертвований я сделал небольшой перерыв и вышел. И вот вторая служба закончилась, я вышел в зал, поговорил с людьми, никто ко мне не подошёл. Я пошёл, собрал звуковое оборудование, уложил его в машину, которую я арендовал, за которую заплатил, и поехал обратно. Пожалуйста, не думайте, что я осуждаю эту церковь. Я просто рассказываю вам историю. Никто не предложил мне заплатить за машину, которую я арендовал, никто не предложил мне заплатить за бензин, никто не предложил гонорар, никто даже не поблагодарил, что я приехал. Я сел в машину, я доехал до Портланда, приехал в аэропорт, мы со Сьюзен вернули машину, пошли на посадку. Когда мы подошли к выходу на посадку, а было это в те дни, когда у выхода на посадку можно было с провожающими встретиться, там нас ждала супружеская пара. Та самая пара, что была на семинаре. Они сказали, мы просто хотели приехать вас проводить и сказать спасибо, что вы приехали к нам на выходные, что вы провели семинар, если мы что-то можем для вас сделать, обращайтесь, пожалуйста, спасибо вам большое. Объявили наш рейс, и мы пошли на посадку, и они говорят, вот вам открытка, прочитайте, когда сядете в самолет. Я взял открытку, положил в карман, мы сели в самолет, я занял место, Сьюзен говорит, давай я твой пиджак повешу. Я дал ей свой пиджак, и про открытку вспомнил только где-то на полпути. Это был четырехчасовой перелет, и на полпути я думаю, прочитаю-ка я эту открытку. Я достал ее из кармана пиджака, открыл, в открытку было вложено 1200 долларов наличными. В открытке было написано, Скип, примите это в знак признательности за то, что провели с нами эти выходные. Вы скажете, погоди-ка, Скип, ты нам пытаешься сказать, что ты получил 1200 долларов, потому что положил 50 долларов в сумку для пожертвований? Именно так я и говорю. Соотношение 24 к 1, мне это известно. Вы скажете, такого даже в Лас-Вегасе не предлагают. Я знаю, они такого никогда не смогут предложить, потому что у нас с ними разные источники. Что бы вы ни отдавали, это к вам вернется. Но не в том случае, если вы пытаетесь превратить это в систему, или дать взятку Богу. Вам всегда нужно... Вот вам задание. На следующие 90 дней полностью прекратите критиковать человека, с которым вам сложно ладить. Вы все знаете, что это за люди, да? Когда я сказал эту фразу, наверняка вы кого-то себе представили сразу. Вы подумали, да он издевается еще, серьезно что ли? Да ни за что. 90 дней! Одна женщина подошла ко мне и сказала, если я не буду говорить мужу, что он делает что-то не так, он же ничего не сделает правильно. Один мужчина подошел ко мне и сказал, Скип, а если я это буду думать, а не говорить, нормально будет? Еще одна женщина подошла и спросила, а можно я 90 дней это буду запоминать, а потом на 91-й все выскажу? Нет! Мы разговариваем о 90 днях подряд. Никакой критики. Высказывайте хорошее, говорите слова похвалы и поддержки. Вы спросите, а если я продержусь день и сорвусь? Начните сначала. А если продержусь 30 дней и сорвусь? Начните сначала. А если я продержусь 89 дней и сорвусь? Это глупо. Но начните сначала. На 90 дней подряд. Полностью устраните всю критику. Ищите хорошее, высказывайте только похвалу. Это изменит вашу жизнь. Изменит ли это того человека? Возможно. Но вы не ответственны за то, чтобы изменить его жизнь. Мы с вами отвечаем за то, чтобы изменить собственную жизнь. Хваля других. Третий краеугольный камень принципа отдавания всегда отдавайте, ожидая получить. Всегда давайте, ожидая получить. Вы спросите, ты уверен? Да, я уверен. Между школой и институтом... Да, это было между школой и институтом. Так вот, я нашел работу на лето. Первым делом нас там учили тому, что называли принцип «отдай-получи». Я в то время продавал семейные альбомы, такие детские фотоальбомы. Вы приходите домой к человеку и ищете что-то в его доме, что можно похвалить. Вы делаете комплимент, чтобы получить заказ. Мне это казалось несколько неестественным. Я себя чувствовал некомфортно. Я против этого протестовал. Но правда в том, что это работает. Почему это работает? Потому что большинство людей не так уж и часто получают комплименты. Поэтому, когда вы так делаете, вы располагаете к себе людей, и это работает. Я до сих пор в это не верю. Мне до сих пор это не нравится. Я до сих пор это не делаю. Есть большая разница между тем, когда мы отдаем, чтобы получить, и когда мы ожидаем получить, чтобы у нас была возможность отдать больше. Именно об этом я вам говорю. Если вы даете, ничего не ожидая взамен, то однажды вы иссякнете. Придет день, когда в этом потоке отдавания и получения, отдавания и получения, отдавания и получения, случится короткое замыкание. Но если вы даете и вам воздается, вы можете больше отдавать, потому что четвертый краеугольный камень принципа отдавания «То, что мы сеем, приумножается в урожае». Вы сеете одно зерно кукурузы, вырастает побег с тремя початками, и на каждом по 600 зерен. Посадили одно зерно, получили 1800. То, что вы сеете, приумножается в урожае. Вы даете, оно приумножается, возвращается к вам, вы можете отдать больше. Вы отдаете больше, оно приумножается, возвращается к вам, вы можете отдавать еще больше. Вы отдаете еще больше, оно приумножается, возвращается к вам, можете отдавать еще больше. Если вы поймете этот принцип жизни, вы всегда отдаете, ожидая получить, чтобы суметь отдать больше. Тогда вы поймете, какой Бог создал эту жизнь. Если вы будете так жить, то познайте изобилие, которое никогда не иссякнет Если мы говорим про слова похвалы и поддержки Да, вы сможете истощить жизнь, жизненные ресурсы, если будете отдавать слишком много слов поддержки Если вы не искренни, так и получится Если это просто маска, которую вы надеваете, так и получится Но если вы искренни, если вы всегда ищете У Сьюзана это получается лучше, чем у кого-либо еще И все люди, которые побывали на Circle A, они все говорят как один про Сьюзан С ней настолько приятно общаться, потому что она всегда тебя поддержит Вы расстанетесь с ней в гораздо лучшем настроении, чем были, потому что она вас поддержит Это очень важный инструмент в жизни Будьте щедрыми на похвалу и поддержку Вы даете не за тем, чтобы получать Но научитесь принимать, когда это к вам возвращается Я не умел принимать комплименты Однажды ко мне подошла женщина и сказала Вам, наверное, ужасно надоедает это выслушивать Я говорю, вы о чем? Она ответила, я просто хотела сказать, что это отличный семинар У меня в жизни было время, когда я отвечал Спасибо, но не так уж он и хорош Просто иногда бывает, я выступаю и чувствую, что у меня все идет как по маслу Мы взаимодействуем с аудиторией, что-то между нами происходит А бывает такое ощущение, что между мной и аудиторией толстенная стеклянная стена, через которую ничего не проходит И каждый раз, когда я чувствую эту стену после семинара, ко мне кто-то подходит и говорит Скип, это твое лучшее выступление И мне хочется ответить Да вы шутите Это был мой худший семинар в жизни У меня было желание так сказать И раньше я часто так и говорил, потому что недооценивал, насколько важно уметь принимать поддержку Если я собираюсь отдавать, мне нужно быть готовым принимать Кто-то подходит и говорит, какой же ты молодец Я научился говорить, спасибо, мне очень приятно Даже если мне казалось, что между мной и аудиторией стеклянная стена, через которую ничего не проходит Но я до них достучался Научитесь принимать Пятый краеугольный камень принципа отдавания — это ваша готовность стать инициатором Вам нужно быть первым Давайте первым Давайте первым Говорите первым Поддерживайте первым Мы с вами можем сидеть как зрители Ждать, когда кто-то сделает что-то Нет, нам нужно проявлять инициативу в этом процессе Отдавать другим людям, вдохновлять их, хвалить, поддерживать Это процесс, который одним людям очень легко дается У них это само собой получается Другим же приходится над этим работать Приходится постоянно на этом концентрироваться Не то чтобы мы других не ценили, просто некоторые из нас концентрируются в жизни на другом Смотрят на другую сторону и концентрируются на другом Мне постоянно приходится над этим работать Я вам честно признаюсь, это одна из сфер моей жизни, над которой я ежедневно работаю, чтобы у меня это лучше получалось Потому что я знаю, насколько это важно, насколько это может изменить мою жизнь и сделать ее более значимой Итак, мы двигаемся дальше к принципу номер два Второй принцип — это принцип исключения Принцип исключения Вот вкратце его суть Помните, мы договаривались, что к каждому принципу я вкратце изложу суть, чтобы вам было легко запоминать И потом в любое время вы смогли вернуться к любому из этих десяти принципов У меня есть предложение, думаю, это стоящая идея Я еще над этим не работал, но я предлагаю просто сделать небольшую книжку по каждому из десяти принципов Потому что тогда люди смогут выбрать любой принцип и начать его как следует изучать Работать над ним, применять его в своей жизни в течение 30 дней или 60 дней А потом перейти к следующему принципу И тогда за год можно будет пройти все 10 И действительно изменить свою жизнь Начать жить по-другому, применяя эти принципы Принцип номер два — это еще один очень важный принцип в жизни Вкратце его суть такова Избавьтесь от того, что вы не хотите, чтобы освободить место для того, что вы хотите Избавьтесь от того, что вы не хотите, чтобы освободить место для того, что вы хотите Периодически мне приходится напоминать себе об этом принципе в некоторых сферах жизни. Одна из этих сфер — это та самая, в которой мне впервые был проиллюстрирован этот принцип. Однажды я присутствовал на семинаре, и человек, который его вел, сказал, «Вот что вам нужно сделать — откройте свой плотяной шкаф и избавьтесь от всей одежды, которую вы не носили год». И все женщины сразу подумали, «Точно, точно!» А мужчины удивляются, «Скип, ты о чем вообще?» Когда в тот вечер я это услышал, я подумал, что ко мне это точно не относится. В тот момент жизни, я уверен, когда люди смотрели на меня, они думали, «Скипу бы не помешало обновить гардероб». Но если бы мне кто-то сказал, что мне пора обновить гардероб, я бы ответил, «Ты абсолютно прав, но у меня нет денег, чтобы купить новую одежду». Я был в такой ситуации, когда вроде как нечего надеть, знаете это чувство, да? Когда я открывал плотяной шкаф, я выбирал несколько вещей, и было ощущение, что я ношу их постоянно. Поэтому когда он сказал, «Когда придете домой, выбросьте все, что не носили в течение года», я подумал, «Да у меня в шкафу нет такой одежды». Но я решил, что для смеха приеду домой и так и сделаю. Я приехал домой, открыл плотяной шкаф и начал доставать одежду. Ну, я нашел рубашку, которую не носил три года, спортивную куртку, которую не носил четыре года, еще там был костюм, который я не носил год или два. Совершенно неожиданно оказалось, что я вытаскиваю кучу одежды и набрал четыре коробки вещей, которые я не носил год и больше. Я посмотрел на то, что осталось в шкафу, вот это я носил. Теперь вы спросите, «Ну, ты избавился от того, чего не использовал, что ты не хотел носить. Ты хочешь сказать, что ты освободил место в шкафу для того, что ты хотел, а хотел ты новой одежды?» Да, именно это я вам хочу сказать. Вы спросите, «И как сработало?» Перед тем, как отвечать на этот вопрос, позвольте мне задать вам другой вопрос. «Почему мы так крепко держимся за то, что не собираемся больше использовать?» Я скажу вам, почему я не выбрасывал кое-какие из этих вещей? Я был к ним эмоционально привязан. У вас была когда-нибудь такая одежда, костюм, там, или у женщин платье, или что-то еще, чтобы вы его надевали и отлично себя чувствовали? Понимаете, о чем я говорю? Вы отлично в этом себя чувствуете. Вы чувствуете, что прекрасно выглядите. Вам удобно. Это вы. Вы эмоционально привязываетесь к такой вещи. У меня в шкафу была спортивная куртка, которую я не носил три года. Я ее не собирался больше надевать, но она висела в шкафу. Почему она там висела? Потому что я был к ней эмоционально привязан. Это была первая действительно дорогая спортивная куртка, которую я купил. Я добился некоторых успехов, достиг определенного уровня в своем бизнесе и сделал себе подарок. Я купил ее на распродаже, поэтому она стоила не так дорого, как могла бы. Но это была дорогая спортивная куртка. И я ее носил, и каждый раз, когда я ее надевал... Я не говорю иногда, я не говорю по большей части. Я говорю всегда. Да, всегда, каждый раз, когда я надевал эту куртку, мне постоянно кто-нибудь договорил. Ух ты, классная куртка, тебе она очень идет. И каждый раз, когда я ее надевал, я отлично себя чувствовал. Я не собирался ее больше надевать. Но она висела в моем шкафу, потому что я был к ней эмоционально привязан. Так что сегодня я вас призываю вернуться домой после семинара, открыть платяной шкаф и выбросить все, что вы не носили год и больше. Избавьтесь от того, чего вы не хотите, чтобы освободить место для того, что вы хотите. Но это если вы хотите обновить гардероб. Если вы не хотите новой одежды, оставьте все как есть. Все нормально. Я не против. Сьюзан, я не против. Может быть, гораздо дороже выйдет, если я это таки сделаю, потому что я тут как раз на днях думал, что мне нужно это сделать еще разок. Мне нужно разобрать шкаф и выбросить или раздать лишнее. Раздать все то, что я не носил год и больше, чтобы освободить место для того, что я хочу. Как приятно об этом думать. О полном шкафу новой одежды. Согласитесь, приятно? Но как бы приятно ни было думать о новой одежде, гораздо важнее для нас сегодня подумать об отношении к жизни. Понимаете, некоторые из нас идут по жизни с таким отношением, которое никогда не приведет нас в страну нашей мечты, никогда не приведет нас в страну нашего потенциала, никогда не приведет нас к исполнению того, для чего мы созданы. Почему мы держимся за такое отношение? Потому что мы к нему эмоционально привязаны. Мы пришли к тому, что верим. Такое отношение что-то приносит в нашу жизнь. Нам нужно с ним расстаться. Нам нужно избавиться от старых взглядов на жизнь, чтобы освободить место для новых взглядов на жизнь, которые приведут вас к новому уровню достижений в вашем бизнесе, которые помогут вам по-новому оценить взаимоотношения с другими людьми, которые приведут вас на новый уровень здоровья. Избавьтесь от старых взглядов на жизнь. Освободите место для новых. И есть некоторые сферы жизни, где я бы вам настоятельно рекомендовал... По правде говоря, если бы я мог вас заставить, я бы заставил вас это сделать. Я не могу вас заставить. Я вас могу только призывать. И я призываю вас объявить войну всему негативному в вашей жизни. Это тотальная война. Возможно, не такая война, как в фильме «Крестный отец». Но тем не менее, это война. Мы собираемся объявить войну всему негативному в нашей жизни. Есть четыре сферы, в которых нам нужно разобраться с негативным влиянием на нашу жизнь. Первая сфера — это негативно настроенные знакомые. Это довольно сложно, потому что мы завязываем отношения с людьми, и часто летом подростки подходят ко мне и говорят, «Скип, если я избавлюсь от негативно настроенных друзей, у меня друзей-то не останется». Лучше пусть у меня будет негативно настроенный друг, чем никакого друга. Я это понимаю. Но в жизни все не так. Мы не выбираем между негативно настроенным другом и отсутствием друга. Мы выбираем между негативно настроенным другом и позитивно настроенным другом. Когда вы избавляетесь от того, чего не хотите, вы освобождаете место для того, чего хотите. Когда я учился в школе, я был одним из немногих в классе, у кого был свой автомобиль. Я много работал. Когда я был совсем юным, я копил деньги. Когда мне исполнилось 15, я купил свою собственную машину. А когда мне исполнилось 16, я начал ее водить. Я ездил на ней в школу, там очень немногих ребят были машины. У меня было пятеро друзей. Близких друзей. Машина была маленьким двухдверным купе. Плимут 53-го года. Я много денег вкладывал в эту машинку. Мне эта машинка очень нравилась. Для меня она много значила. И не каждый в школе мог делать то, что делали мы каждый день. Мы приносили в школу завтраки в коричневых бумажных пакетах, и во время большой перемены садились в мою машину, отъезжали на квартал от школы и завтракали в машине. Все шестеро. В маленьком двухдверном купе 53-го года выпуска. Глупо? Это было вовсе не глупо, потому что большинство ребят так не могли. Большинство ребят сидели в столовой и ели свои завтраки. Мы же могли сесть в лимузин и позавтракать там. Так мы и делали. Однажды там был один парень, а ребята, которые сидели в машине, участвовали в квартете, который я собрал. Один был клавишником, другой басистом. Четверо из нас пели, и мы много времени проводили вместе. А этот басист был малость странный. Сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, что он был пироманом. В тот день он сидел в моей машине и играл со спичками. В моей машине, на переднем пассажирском сидении. Я сказал ему прекратить, он не прекратил. Парень, который сидел с ним рядом, сказал ему прекратить, он не прекратил. Парни на заднем сидении начали говорить, чтобы он прекратил, потому что они знали, если упадет спичка и начнется пожар, им не удастся выбраться с заднего сидения, не поджарившись как следует. Так что они не хотели, чтобы он играл с огнем в машине, и начали говорить, чтобы он прекратил, но он не прекратил. Они начали его обзывать, но он все равно не прекратил. Они начали говорить нелицеприятные вещи, и он очень рассердился на то, что они сказали про него и про его родных. Очень быстро началась настоящая ссора. Ситуация вышла из-под контроля, и этот парень на переднем сидении, который со спичками, он зажигал спички и смотрел, как они горят, давал огню подойти вплотную к своим пальцам, и только тогда их задувал. И вот у него горела спичка, он на нее смотрел, и кто-то с заднего сидения сказал что-то очень неприятное. Он повернулся, чтобы как следует его обозвать. Сами знаете, как это работает. Вас обзывают, вы обзываете в ответ, вы обзываете, вас обзывают, ты мне, я тебе. И он повернулся, чтобы сказать им что-то пакостное, забыл, что у него в руке спичка была. Да ему и наплевать было на спичку. Вроде как, пусть горит, пусть обжигает, не плевать. И пламя дошло до его пальца. И нервный импульс от пальца побежал по руке, достиг мозга, и в мозг поступил сигнал. У тебя на руке что-то горит. Мозг отправил сигнал, выбрось спичку, и с криком «Ааааааааааааааа», он бросил зажженную спичку у меня в машине. Она полетела вверх. Окно было чуть-чуть опущено, и спичка вылетела в окно. Это была хорошая новость. Плохая же заключалась в том, что она подожгла основание ствола пальмы во дворе у какой-то женщины, в котором мы припарковались. Подожгла основание ствола пальмы Там вокруг пальмы было очень много сухих растений И спичка упала прямо между одним из сухих сломанных побегов и стволом дерева И оно загорелось Вот так вот Такая башня огненная получилась Снизу доверху огонь дошел за 10 секунд Дерево было в огне Парень, который сидел на пассажирском сидении, сказал «Скип, смываемся отсюда!» Не думая, я снял ручник, завел машину, переключил сцепление и поехал Я уже довольно далеко отъехал До угла доехал Ненадолго остановился у дорожного знака Кажется, там был знак «Стоп» Ненадолго остановился Я очень быстро повернул за угол Поехал по улице Я буквально 2-3 недели назад ехал по этой дороге Я был в Афресно И я вернулся на те улицы и проехал той дорогой, которой мы ехали тогда И я сказал Сьюзан «Вот здесь, вот именно здесь, все и произошло» И я еще почти полквартала проехал и подумал «Что за глупости?» Мы возвращаемся Поэтому я сказал ребятам в машине «Мы возвращаемся» Парень, который кинул спичку, сказал «Мы не можем вернуться, нам попадет» Я ответил «Что значит нам?» «Ты бросил спичку, мы возвращаемся, и ты расскажешь хозяйке дома, что ты натворил» Он говорит «Я ухожу» «Тебе придется выпрыгивать на ходу, я не собираюсь останавливаться, пока мы не приедем» Мы повернули и поехали обратно Подъехали к дому, там уже был полицейский Стоял рядом со своим мотоциклом Что-то говорил в рацию Он подавал сигнал всем постам, чтобы меня задержали Я подошел к нему и сказал «Извините, сэр, мне кажется, вы ищете меня» Он ответил «Молодой человек, сейчас я занят, минутку подождите» Я говорю «Понимаю, но мне кажется, вы заняты из-за меня» Он посмотрел на меня, не узнал, посмотрел на мою машину, на номерной знак и сказал «Тебе очень повезло, что ты вернулся» Я говорю «Почему?» Он ответил «Я только что передал сигнал на все посты, чтобы тебя задержали» Для сына пастора местной церкви Слова «тебя собираются задержать» — это не то, что хочется услышать Я выдернул своего приятеля из машины, подвел его к полицейскому и говорю «Расскажи ему, что ты сделал» Он рассказал полицейскому Ему пришлось отработать 30 дней на эту женщину, и он отказался со мной дружить Мне еще до этого говорили, что если я буду с ним общаться, это до добра не доведет Я же принимал неправильное решение Мы об этом уже говорили на семинаре Иногда мы делаем неправильный выбор Он ведет нас в неправильном направлении К счастью, в тот день я смог принять другое решение и пойти в другом направлении Шесть месяцев спустя его арестовали и посадили в тюрьму для несовершеннолетних Годом позже его снова арестовали и посадили в тюрьму, и он провел там целый год Последнее, что я о нем слышал — его посадили в государственную тюрьму штата Калифорния Я мог оказаться там же Я делал неправильный выбор Но, к счастью, в итоге я принял правильное решение Вернее, он принял его за меня Он отказался быть моим другом Когда я заставил его признаться в том, что он сделал, он отказался быть моим другом Иногда мы по самым идиотским причинам делаем то, что делаем Я не хотел избавляться от него, потому что он был хорошим басистом Но он предпочел попасть в тюрьму, а не играть на бас-гитаре В общем, мы перестали общаться Я начал искать нового басиста, но не мог никого найти Дня через три ко мне подошел парень и говорит «Ты ищешь басиста?» Говорю «Откуда ты знаешь?» «В слухи ходят» «Проведем прослушивание?» «Давай» Так мы и сделали Он оказался хорошим басистом Лучше, чем прошлое Я спросил «Где же ты раньше-то был?» А он ответил «Пока ты с тем парнем общался, я бы ни за что на свете к тебе даже близко не подошел» Но теперь он ушел И освободил место для меня Избавьтесь от того, чего не хотите, чтобы освободить место для того, чего хотите Дело не в том, чтобы избавиться от негативно настроенных людей и остаться в одиночестве Дело в том, чтобы позаботиться о своей жизни Мы большую часть жизни пытаемся угодить другим людям, которым наплевать на то, что мы делаем Они даже не замечают, что мы делаем Им до нас дела нет Опасные люди — это не грабители, вооруженные битами или пистолетами Это те люди, которые нападают на ваш характер или принижают ваши способности Благожелательно настроенный друг вполне может убить вашу волю к победе Да, ограбит вас без ружья Он просто скажет, у тебя не получится Когда вы покажете на тысячи людей, у кого получилось, он улыбнется и скажет «Так они же лучше тебя» «Они лучше, талантливее, они далеко впереди тебя» «И не важно, что это неправда» «Потому что вы верите, другие знают вас лучше» «У вас отнимают надежды, мечты об успехе, возможность получения материальных благ, веру в то, что у вас получится» «И делает это по своему невежеству ваш безоружный друг» «Нам с вами стоит повнимательнее посмотреть, с кем мы общаемся» «Я не говорю, что нам нужно стать жесткими и перестать сочувствовать другим» «Я ничего такого не говорю» «Я говорю о том, что в вашей жизни есть люди, которые вас разрушают» «Они вас принижают», «Они негативно настроены», «Они во всем выискивают плохое» «Они говорят о плохом и окружают вас атмосферой, которая приводит к вашему разрушению, а не к росту» «Я думаю, вам стоит объявить этому войну» «И иногда это значит попрощаться с кем-то» «Я помню, когда я только начал этот путь, мне было очень трудно» «Мне и сейчас нелегко» «Но я помню, как расстался со своими хорошими друзьями» «Эд и Надин» «Я до сих пор помню и вижу их сегодня так же ясно, как 40 лет назад, когда я с ними распрощался» «Я однажды к ним пришел и сказал, «Ребята, я вас люблю и ценю» «Но похоже, что мы стоим перед выбором» «Или вы переходите на мою сторону, или я перехожу на вашу» «Но я совершенно точно не могу перейти на вашу сторону» «Я не могу жить с негативным отношением к жизни» «Это разрушает мою жизнь» «У меня не хватит сил, чтобы с этим справиться» «Я не могу и не стану так думать» «Похоже, что и вы не перейдете на мою сторону» «И не начнете пытаться позитивно относиться к жизни» «Поэтому, хоть я вас и люблю» «Хоть я вас и ценю» «Но мне придется с вами распрощаться» «Я потерял нескольких друзей в те дни» «Но я призываю вас сегодня» «Если в вашей жизни есть люди, которые не верят в ваши мечты» «Которые не воодушевляют ваши мечты» «Не поддерживают вас» «Постоянно критикуют и принижают вас» «Постоянно ворчат и жалуются на жизнь» «То приходит время сказать им» «Послушайте, у вас есть выбор» «Либо вы переходите на мою сторону, поскольку я на вашу сторону не перейду» «Либо мы прекращаем дружбу» «Вы скажете, Скип, а у меня жена такая» «Осторожней» «Наш семинар не посвящен вопросам брака» «Такой мы тоже когда-нибудь проведем» «Сьюзан говорит, что мне стоит его провести» «А я думаю, ну ладно, когда 50 лет в браке проживу, получу право вести такие семинары» «Ну, может, пораньше» «Но этот семинар не посвящен вопросам брака» «Это совсем другие отношения» «Брак существует не для того, чтобы вы сказали, пойду-ка я попробую с кем-нибудь еще» «Не нужно в этой сфере применять такой подход» «Ваша мама всегда останется вашей мамой» «Нельзя сказать «Чао, мама, я к тебе больше не приеду, мне не нравится, как ты разговариваешь» «Ты негативно настроена» «Не нужно такое своей маме заявлять» «Вот за что, по-моему, вы в ответе» «Вы отвечаете за эмоциональную среду, которая окружает эти отношения» «С мамой, с папой, со своим сыном или дочерью» «Именно вы отвечаете за эту эмоциональную среду» «Вы можете либо присоединиться к ним на негативной дорожке, либо пойти по другой дороге» «Если вы пойдете по другой дороге, они сами не захотят много времени с вами проводить» «Люди, с которыми мы общаемся, очень важны в нашей жизни» «Мы склонны становиться похожими на людей, с которыми мы общаемся» «Поэтому, если вас окружает негативная обстановка, измените это» «В мире есть любящие, добрые, заботливые люди» «Они поддержат вас, научат, дадут новые возможности» «Они сделают все, чтобы вам помочь» «Они будут говорить о хорошем, будут вас воодушевлять» «Именно с такими людьми вам стоит общаться» «Именно на таких людей стоит тратить свою жизнь» «Я знаю, что такие люди есть, потому что я их нашел» «Сейчас я окружен именно такими людьми в жизни» «И я очень слежу за той атмосферой, которая меня окружает» «Я многое делаю, чтобы контролировать» «Некоторые думают, что я слишком многое делаю, чтобы контролировать, в какой атмосфере я живу» «Но если я не позабочусь об окружающей меня эмоциональной атмосфере, то кто позаботится» «Каждый день люди бросают самые разные семена в мой сад» «Они бросают семена сорняков, семена разнообразных растений» «И если я не разбираюсь и просто подкармливаю все семена, у меня будут расти и сорняки, и кукуруза, и горох, и все вместе, это будет не сада какое-то безобразие» «Но многие люди так и живут, благодаря тем, с кем они общаются» «Я просто говорю вам, берегитесь негативно настроенных знакомых» «Не нужно ожесточаться» «Вот во что я верю» «Вы всегда ищите в других хорошее» «Вы ни на кого не рассчитываете» «Вы очень требовательны к себе в вопросе стремления к совершенству в своей жизни» «И стараетесь быть очень терпеливыми к другим» «Я думаю, если вы сможете занять такую позицию, честно посмотреть на людей, которые так и просят, чтобы к ним негативно относились» «Это такие люди, о которых говорят...» «Знаете, мне подростки говорили, многие мои друзья принимают наркотики» «Я не принимаю» «Я не собираюсь принимать наркотики» «Но не думаю, что готов распрощаться со своими друзьями» «Однажды на моем семинаре на Circle A была девушка» «Которая, когда я сказал о необходимости распрощаться с негативно настроенными друзьями, стала мрачнее тучи» «Представляете, было видно, что в этот августовский день в Рокфорде, штат Мичиган, в ее душе произошел ураган» «Она была очень злая и расстроенная, она не разговаривала со мной до окончания семинара» «То есть до окончания сезона, оставалось 4 или 5 дней, не разговаривала со мной, в глаза не смотрела» «Месяца через три после окончания сезона я получил от нее письмо» «Там было написано, не знаю, заметили вы или нет» «Хм, заметил еще как» «Не знаю, заметили вы или нет, но последние несколько дней в лагере я была очень расстроена» «Я сердилась не на вас» «Я подумал, значит, я ошибся» «Я думал, ты сердилась на меня» «Я была очень зла и расстроена тем, что вы сказали» «Потому что я знала, с кем мне нужно распрощаться» «Это был мой парень» «Но я не хотела с ним расставаться» «Мы все делали вместе» «Все, чем занимались современные подростки, мы все это делали, еще как» «Я знала, что если я вернусь домой, то через пару недель я опять в это все втянусь» «Я не хотела возвращаться к такой жизни», «я не была ей удовлетворена», «мне было больно и плохо» «иногда весело, но это было пустое веселье, я не хотел к нему возвращаться» «Но я знала, что если все останется так же, я опять в это втянусь через пару недель» «Все будет так же, как раньше» «Я знала, что нам нужно расстаться» Но я не хотела с ним расставаться. Я знала, что нам нужно расстаться. Все оставшееся время в лагере я боролась с собой. Когда я села на самолет, чтобы вернуться домой на западное побережье, я говорила себе, «Я с ним расстанусь». Но я не хочу расставаться. «Я с ним расстанусь!» Но я этого не хочу. Я приняла окончательное решение, когда уже вышла из самолета. Я вышла из самолета и увидела его. Он стоял и ждал меня. Я просто подошла к нему, дотронулась до него лица рукой и сказала, «Между нами все кончено. Прощай». Я развернулась и пошла. Он пошел за мной со словами, «Ты не можешь так поступить». Я сказала, «Я уже так поступила». Он говорит, «Ну хотя бы поговори со мной об этом. Я не могу с тобой говорить. Ты меня переубедишь, а я не хочу, чтобы меня переубеждали. Прощай». Он говорит, «Ты не можешь так со мной поступить». «Я уже так поступила. Я должна». «Я не хочу, но это необходимо». Он говорит, «Я не понимаю. Объясни мне». А я ответила, «Я не могу тебе ничего объяснить. Если я попробую тебе объяснить, ты меня переубедишь, а я не хочу, чтобы меня переубеждали». Вот что я сделаю. «Я дам тебе книгу. Прочитай, и поймешь, что со мной произошло». И она протянула ему мою книгу. Это могла быть чья-то еще книга. Это была моя книга, потому что она только что была в лагере. Она дала ему эту книгу и сказала, «Если ты правда хочешь узнать, что произошло со мной и нашими отношениями, прочитай это». Прощай. Она позвонила родителям, родители приехали и забрали ее. Он поехал домой. Он прочитал книгу, он не спал всю ночь. На следующий день он ей позвонил. Она не стала с ним разговаривать. Он позвонил днем. Она не стала разговаривать. Он позвонил вечером. Она не стала разговаривать. Он позвонил на следующий день и сказал ее матери, «Пожалуйста, просто положите телефон рядом с ней. Ей не нужно ничего говорить. Я просто хочу ей кое-что сказать». Наконец, мама убедила девушку выслушать его. Она дала девушке трубку, и вот что та услышала. Он сказал, «Я не знаю, будем ли мы когда-нибудь с тобой снова вместе». Но я звоню тебе не за этим. Всю свою жизнь я знал, что можно жить иначе, лучше, но мне никто не говорил, как. Я прочитал книгу, прочитал ее несколько раз. Моя жизнь уже меняется. Я звоню тебе лишь для того, чтобы сказать спасибо за то, что ты сделала. Видите, иногда очень сложно сказать «прощай». Но иногда это единственный способ вернуть человека. Так что я не хочу никому говорить, что нужно становиться жестким, прекращать сочувствовать и сопереживать другим. Но я знаю, что нам необходимо тщательно выбирать свое окружение. Еще одна сфера — это тщательно выбирать то, что вы читаете. Многие люди думают, ну я прочитал книгу, это всего лишь книга. Это просто слова. Они не влияют на мою жизнь. Правда в том, что они влияют на вашу жизнь. У меня там вон целая стопка книг была. Он лежал. Я думал, что к концу семинара, что у меня никак не получится все упомянуть. Зачем же я их все туда положил? У меня уже времени не хватает. Но каждая из этих книг сформировала и изменила мою жизнь. Я познакомился с Чарли Великолепным Джонсом. У него великолепное отношение к жизни. Он сам великолепен. Я никогда не забуду, как впервые встретил Чарли Великолепного Джонса. Он стоял в очереди в гостинице в Южной Калифорнии. Я услышал его голос. Я слышал его на кассете, но никогда его раньше не видел. Я услышал голос, узнал этот голос. Я подошел к нему и спросил, «Простите, а вы случайно не Чарли Великолепный Джонс?» Он повернулся, а ростом он под два метра. Повернулся, посмотрел на меня и стиснул меня в медвежьих объятиях. Мы раньше друг друга не видели ни разу. Схватил меня в объятия, приподнял над полом, подтянул к себе, стиснул, поставил на землю и спросил, «Да, это, конечно, я! А кто вы?» И хлопнул меня по плечу, чуть с ног не сбил. Я говорю, «Скип Рос». Он переспросил, «Вы скип Рос?» Я ответил, «Да». Он воскликнул, «Я вас слышал!» Бэм! Он хлопнул меня по другому плечу. Я удивился, «Слышали?» Он говорит, «Конечно, я знаю, что вы делаете для этих подростков в Мичигане. Я никогда не забуду своего знакомства с Чарли Великолепным Джонсом. По многим причинам. Но это радость жизни, этот роман с книгами. Чарли говорит, что через пять лет вы бы остались таким же, как сегодня, если бы не два фактора. Люди, с которыми вы знакомитесь, и книги, которые вы читаете. Люди, с которыми вы знакомитесь, и книги, которые вы читаете. Люди, с которыми вы знакомитесь, и книги, которые вы читаете. Он говорит это снова и снова, год за годом, год за годом. Не стареющая истина. У меня есть новый друг, Энди Стэнли. Он помог мне немного лучше понять, как общаться со следующим поколением. Я делаю это постоянно. Флоренс Ли Тауэр, мой хороший друг. Мы несколько раз сидели с ней за кулисами и разговаривали о ее книге. Из этой книги я взял цитату о том, что у каждого типа личности есть свои плюсы. Если вы не читали эту книгу, если не знаете книгу «Личность плюс», вы просто обязаны ее прочитать, выяснить, каковы основные характеристики личности. Нет, вам не обязательно ими ограничиваться, но это будет для вас ориентир в жизни. Вы сможете выяснить, какие сильные стороны у вашего типа личности. Вам стоит знать тепличности вашей жены, тепличности вашего мужа, вашего сына, вашей дочери, людей, с которыми вы работаете, с которыми вы ходите в церковь, с которыми сидите в офисе, с которыми встречаетесь в институте, чем бы вы ни занимались. Вам нужно знать это об окружающих людях, чтобы вы могли выискивать их сильные стороны и поддерживать их сильные стороны, помогать им оказываться в таких ситуациях, где они смогут лучше себя проявить. Позитивная сторона, описанная в ее книге, оказала на меня наибольшее влияние. Флоренс очень милая, мне очень нравится ее чувство юмора. Иногда она с юмором подходит к слабым сторонам различных типов личности. Но что мне очень нравится в этой книге, это то, что в ней говорится о сильных сторонах разных типов личностей. Джон Максвелл, мой друг, очень важный человек в моей жизни, мы уже более 10 лет знакомы. 12, уже почти 15, наверное. Мы со Сьюзан много лет назад были на конференции на Гавайях, и Джона Максвелла пригласили там выступить. Это было первое воскресенье после того, как он перестал быть пастором в церкви Сан-Диего. Он был вроде как пастор без церкви, и его пригласили выступить на том семинаре, где присутствовали мы. Когда он завершил свое первое выступление в мотивационной части семинара, Сьюзан посмотрела на меня и сказала, «Когда-нибудь вы будете работать вместе». Я сказал, «Нет». Мужчины, поймите, иногда женщины совершенно правы. Иногда они видят все гораздо яснее, чем мы. Сегодня я путешествую по всему миру в качестве второго консультанта с Джоном Максвеллом и его организацией Equip. Учу людей принципам лидерства, которые я узнал от него. Рассказываю людям об отличной новой книге. Я бы очень хотел поделиться с вами цитатой из нее. И вот еще одна, называется «ДНК успеха». У меня была вот эта книга, и там есть цитата, очень в моем стиле. Когда я впервые прочитал эту книгу, я написал ее автору, и он мне ответил. Он написал, «Я хочу, чтобы вы знали, какое влияние ваш семинар «Полноценная жизнь» оказал на мою жизнь. Когда я только начинал свой бизнес, и когда я только начинал писательскую деятельность, ваш материал влиял на меня больше всего». Представляете, как такие слова могут повлиять на вашу жизнь? Книги, с которых я начинал, очень старые. Большинство людей их уже не читает. Но книги, которые сейчас в моей библиотеке, написаны моими друзьями. Вот Гарольд Моррис. Помните Гарольда? Сделал неправильный выбор. Был в камере смертников. Получил помилование. Изменяет к лучшему жизни подростков по всему миру. Сила мысли. Глен Бленд. С Гленом Блендом мы не дружим. Я ни разу не встречался с Гленом Блендом. Но это один из первых авторов, чьи книги я читал много-много лет назад. Я сейчас читаю цитаты из его книг, и вспоминаю, откуда я многое узнал. Я помню, что не я это придумал. Вот еще одна. Лидерство в жаркой обстановке. Двенадцать лет назад эта книга перевернула мою жизнь, изменила понимание лидерства. Незнаком с автором. Никогда с ним раньше не встречался. Это одна из моих целей. Сейчас я прочитаю вам кое-что. Сегодня уже наступило. Я начну с улыбки и решения стать приятным в общении. Я не буду критиковать, я не буду тратить свое ценное время. У меня столько же времени, сколько у других. Каждый получает одинаковую зарплату в секундах, минутах и часах. Сегодня я не буду тратить время, потому что минуты, которые я потратил зря вчера, рассеялись как дым. Сегодня я не буду тратить время на беспокойство о том, что может произойти. Я буду вкладывать время в то, чтобы совершать события. Сегодня я нацелен на то, чтобы стать лучше, чтобы быть готовым к возможностям, которые представятся завтра. Сегодня я буду делать, а не тратить время зря. Через неделю я стану лучше, чем сегодня. Сегодня я не буду фантазировать, что бы я делал, если бы все было по-другому. Я добьюсь успеха, будучи таким, какой я есть. Сегодня я не буду говорить, ах, как мне бы найти время. Время никто не прятал. Я должен пользоваться тем, что есть. Сегодня я буду относиться к другим так, будто живу последний день. Я не буду ждать до завтра, чтобы стать тем, кем я мечтал стать, потому что завтра может не наступить. Я читаю это день за днем, день за днем, день за днем, пока это не становится частью моей жизни. То, что мы читаем, влияет на нас. Вы можете выбрать дурацкие романы и заливать их в свой мозг, в какой-то там его укромный уголок. Или выбрать лучшие мысли, лучших мыслителей и философов, и вкладывать время в их чтение и изучение. У вас есть выбор. Какой бы выбор вы ни сделали, это повлияет на то, в каком направлении пойдет ваша жизнь. Потому что на нас влияет то, что мы читаем. Третья сфера — то, что мы смотрим. СМИ постоянно передают нам какую-то информацию. Визуальный образ меняется примерно каждые 30 секунд, чтобы удерживать внимание молодого поколения. В моей молодости визуальный образ мог меняться раз в 20-30 минут. Люди могли сидеть и смотреть. Сегодня такого нет. Изменения каждые 20-30 секунд. Постоянные изменения, постоянный поиск лучших способов коммуникации. Визуальный образ, который нам сегодня скармливают средства массовой информации, имеет огромное влияние на нашу жизнь. Сложно объяснить, насколько велико это влияние. Об этом не раз писали. Проводились исследования о том, как то, что мы смотрим, влияет на нашу последующую жизнь. Люди, которые исследуют подобные вещи, утверждают, что к тому времени, как средний ребенок оканчивает начальную школу, он успевает увидеть 8000 убийств. Плохо обращаться с людьми, для некоторых людей это естественно. Потому что они столько раз это видели. Они просто ожесточаются. Осторожнее относитесь к тому, что вы смотрите. Это влияет на вас. И, наконец, я скажу, осторожнее относитесь к тому, что вы слушаете. Я говорю как про ваш внутренний голос, так и про ту музыку, которую вы слушаете. Сначала про внутренний голос. Внутренний голос имеет огромное влияние. Вы уже не раз слышали в моем рассказе «Я себе сказал». Это самое буквальное проявление внутреннего голоса. Когда вы сами с собой разговариваете... Лично я это частенько делаю. Но в те неосознанные моменты, когда я говорю что-то про себя, по поводу того, что я могу делать и что я не могу делать, что я чувствую и что я не чувствую, я за собой внимательно слежу. Я работаю над тем, чтобы говорить о себе правильные слова. Конечно, не с позиции эгоистичного высокомерного выскочки, который бы говорил, как я великолепен. Это было бы далеко от истины. Я так не живу. Но когда я говорю себе, я понимаю и ценю то, каким я создан быть. И когда вы полностью поймете, как вы прекрасны, замечательны и драгоценны, вы тоже начнете себя ценить и начнете говорить о себе правильно. Вы прекратите себя принижать. Прекратите себя недооценивать. Начнете говорить, что вы прекрасны, замечательны, драгоценны и талантливы. Осторожнее относитесь к тому, что говорите. И будьте осторожны. Некоторые люди подобные слова воспринимают, как эгоистичное хвастовство. Но это не так, когда они исходят от смиренного духа, благодарного за то, что ему даровано. Если это подарок, разве можно проявлять высокомерие? Если это подарок, дарованный вам, как можно быть высокомерным, заносчивым, зазнаваться по поводу того, что вам было дано? Это подарок. Цените его. Говорите о нем правильно. Говорите о себе так, как вы бы говорили о ком-то, кого больше всего любите. Я бы очень хотел, чтобы в результате нашего семинара вы влюбились по уши в самого себя, чтобы вы начали по-настоящему ценить то, кем вы являетесь, что вы способны совершить, сколько таланта и способностей вам было дано. С таким настроением вы сможете говорить о себе правильно. Но внутренний голос связан и с тем, что другие люди говорят о вас. У меня есть такие сигналы, я их сам для себя давно уже разработал. Иногда то, что люди говорят про меня, вовсе не лестно. Они меня не укрепляют морально. Они меня не поддерживают, не придают сил. Иногда меня критикуют. Знаю, вам сложно в это поверить, но иногда люди очень критически настроены ко мне. Особенно их раздражает мой позитивный настрой. Мое нежелание негативно мыслить и негативно говорить. Я не хочу этим заниматься. И меня за это иногда критикуют. Иногда меня за это не любят. Но я уже давно решил, что мне необходимо защищать себя от таких разговоров. От кого бы они ни исходили? От меня или от кого-то еще? Все это материал, который мое подсознание использует для строительства моей жизни. И если я не подам ему никакого сигнала, что это использовать не нужно, оно использует эту информацию. В основании нашего мозга есть зона под названием активирующая ретикулярная система. Она отвечает за... Для нашего разговора хватит простого объяснения. Эта зона управляет информационным потоком в вашей жизни. И вы можете задать ей определенные параметры, какую информацию принимать, а какую не принимать. И в моей жизни встречаются вещи абсолютно неприемлемые. У меня нет на них времени. Я не буду их принимать. Я их даже слушать не буду. Бывает, что люди ко мне критически настроены, и тогда я говорю, иногда мысленно, иногда вслух. Я понимаю, почему вы так думаете, но не могу с вами согласиться. Я не приму ваши слова как отражение реальности. Это сигнал для моего подсознания не использовать эту информацию. То, что обо мне только что сказали, неправда. Я не такой. Много лет назад я получил письмо, напечатанное на 16 страницах с одинарным интервалом. Пожалуй, самое нелицеприятное письмо из всех, что я когда-либо читал. Автор письма назвал меня орудием сатаны. Говорил, что я направляю жизни тысяч людей напрямую в преисподнюю. Он ни разу не был на моих семинарах. Он ни разу со мной не встречался, не читал моих книг, не слушал моих кассет, не видел дисков. Он ничего обо мне не знал, кроме одной вещи, которую ему кто-то сказал. И он взял на себя труд атаковать меня. 16 страниц. Я прочитал его письмо в тот же день. 16 страниц. И я понял, что первый вопрос, который мне нужно задать, правда ли это? Соответствует ли это действительности? Когда я ответил, что не соответствует, я знал, что мне нужно заблокировать эту информацию, чтобы она не стала частью моей жизни. Нельзя было отправлять это в подсознание. У меня не было времени на то, чтобы попытаться отомстить, оправдаться, написать ему письмо, сказать, «Вы не знаете, о чем говорите, я ничем таким не занимаюсь». Нужно было ее просто заблокировать и двигаться дальше. Я так и сделал. И в процессе я задал себе еще один вопрос. Как могло получиться, что у него создалось такое впечатление? Возможно, в определенный момент я что-то такое сказал, что может создать у людей впечатление, что я часть движения, которое считает, что человеческий потенциал это единственное, что имеет значение в жизни. Что, возможно, я принадлежу к движению Нью Эйдж или к саентологам, или... Я подумал, если в моих выступлениях есть что-то, что может заставить людей так подумать, мне нужно выражаться яснее. И с тех пор до сегодняшнего дня, а прошло уже 15 или 18 лет, не было ни одного семинара, чтобы я четко не заявил свою позицию в вопросах духовной жизни. И я не принадлежу к движению Нью Эйдж. Я не принадлежу к тем, кто превозносит человеческий потенциал и вытаскивание себя из болота за волосы. Верю ли я в человеческий потенциал? Разумеется. Верю ли я в подобные принципы? Разумеется. Я вас этому каждый день учу. Но если из моих слов следует, что это самое главное в жизни, то с моей точки зрения это означает, что я на неправильном пути и мне нужно откорректировать свое мышление. Таким образом, та критика, которая должна была стать инструментом для разрушения меня и моей деятельности, принесла мне пользу. Внутренний голос, то, что вы сами себе говорите и то, что говорят о вас другие, это могут быть стрелы, которые вонзаются в вашу душу и останавливают вас на пути. Или инструменты, которые вы используете, чтобы расти и стать тем, кем вы способны стать. Думаю, совершенно очевидно, что я вам сейчас порекомендую. Будьте осторожны с тем, что вы слушаете. Вторая часть того, что вы слушаете, это музыка. Мы живем на таком уровне, какую музыку слушаем. Сегодня я просто скажу, у нас в зале люди разных поколений, и некоторые из вас слушают другую музыку, не ту, что слушаю я. Я не собираюсь сейчас все жанры перечислять. У меня нет такой цели. Но вот что я скажу. Обратите внимание, какой смысл несет музыка, которую вы слушаете. От этого зависит то, как вы проживете свою жизнь, во что вы верите в жизни, и что вы думаете о людях. Если вы слушаете песни, в которых людей оскорбляют и принижают, на подсознательном уровне вы именно в эту сторону и направляетесь. Будьте осторожны с тем, что слушаете. Принцип номер три это принцип созидания. По поводу принципа созидания, у нас позже будет полный двухчасовой семинар, посвященный постановке целей. Потому что именно об этом третий принцип. Я сегодня вам выдам краткую версию, а не полную, чтобы вы пометили это в своих записях и мы могли двигаться дальше. Пока отставим это. Представьте себе игру в футбол на огромном зеленом поле, где нет ворот. Это будет бесцельное сражение, где будет нечего выиграть, не за что будет бороться, нельзя будет победить. В нашей жизни должна быть цель, потому что огонь, который согревает душу, это вечное видение. У каждого должна быть цель. Постановка целей это настолько важно, именно это подразумевает принцип созидания. Вкратце, суть принципа созидания заключается в следующем. Решите, чего вы хотите. Определите это четко и конкретно, и запишите. Решите, чего вы хотите. Определите это четко и конкретно. Запишите. Решите, определите, запишите. Когда я говорю, что нужно решить, чего вы хотите, я не имею в виду витание в облаках вроде «Ох, было бы неплохо» или «Может быть когда-нибудь, если бы, да кабы». Я говорю о том, что большинство людей называют горячим желанием. Сегодня утром я сидел в своем кабинете, готовился к семинару, поднял глаза и на одной из верхних полок над столом увидел маленькую перчатку. Это просто маленькая бейсбольная перчатка, и она напоминает мне об одном случае из жизни, когда я впервые ощутил это самое горячее желание. В воскресной школе, куда я ходил, было соревнование. Учитель сказал, что ребенок, который прочитает больше всех глав из Библии, получит приз. На той неделе я ничего не читал, потому что учитель не сказал, какой именно приз. Но на следующей неделе он купил приз. Это была самая прекрасная бейсбольная перчатка из всех, что я видел. Я был среди запасных в церковной бейсбольной команде и играл не очень хорошо. Мяч постоянно улетал в грязь или в траву, или еще куда-то отскакивал. Я по нему не попадал и делал много ошибок. Мне это не нравилось. Понимаете, я был сыном пастора, постоянно на виду. Это было очень неприятно. И я увидел перчатку и подумал, вот бы мне эту перчатку получить. Настолько огромное желание, а то поглощает вас полностью. Я должен был получить эту перчатку. Не важно, что мне нужно было для этого сделать. Я читал по утрам перед школой, я брал Библию в школу, я читал на переменах, я читал во время большой перемены, я приходил домой и не шел гулять, я читал. Я ложился спать по вечерам и клал Библию под голову в надежде, что информация просочится. Я прочитал очень много глав из Библии. К моменту окончания соревнований я прочитал вдвое больше, чем все остальные в классе. Я получил перчатку. Она до сих пор у меня. Она маленькая. Но тогда она была большой. Тогда впервые я почувствовал, я смогу это сделать. Горячее желание, чего вы действительно хотите. Я не говорю о витании в облаках. Конечно, иногда неплохо просто помечтать. Но сейчас мы говорим о том, что нужно решить, чего вы действительно хотите. И определить это четко и конкретно. Если вы хотите новую машину, недостаточно сказать, что вы хотите новую машину. Нужно точно знать, какую именно. У меня много лет назад был друг в Южной Калифорнии. Он как-то попал ко мне на семинар. Когда семинаром закончился, сказал, «Скип, я решил принять, что ты прав. Я собираюсь сделать то, что ты сказал сделать». Я ответил, «Действуй». Он начал объезжать окрестности в поисках дома, который он хотел. И он нашел такой дом. Он включил принтер, распечатал приглашение, и разослал 300 приглашений. Дату указал. Ровно через год разослал трём сотням своих друзей приглашения на новоселье в новый дом по этому адресу. Он разослал их заранее, годом раньше. Где-то через шесть месяцев он пошёл в банк. Там ему сказали, «Вы сейчас независимый предприниматель. У вас нет, как бы это сказать, работы. Мы не можем вам дать кредит». Он начал пытаться им что-то показать, доказать, уговорить, но ему сказали нет. Похоже было, что у него ничего не выйдет. Девять месяцев прошло. Десять. Одиннадцать месяцев. В одиннадцатом месяце ему, наконец, удалось собрать необходимые средства, большую часть наличными. Он купил дом, и в указанную дату, через год, 300 человек приехали на новоселье. Решите, чего вы хотите. Определите это чётко и конкретно. Третий шаг. Запишите. 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 Первый раз, когда мне сказали записывать цели, я ответил, «Да что ты говоришь? Зачем мне цели записывать?» Я выпускник института, у меня три учёные степени, я знаю, чего я хочу. Можно подумать, если я их запишу, чудо произойдёт. Что значит записать? Что это изменит, если я их запишу? Он говорит, «Запиши». Я говорю, «Не хочу я их записывать». Он говорит, «Запиши». Назови мне хотя бы одну причину, почему мне их стоит записать. Тогда, может быть, я подумаю. Просто «Запиши». Но я не хочу, «Я не думаю, что это поможет». Запиши. До меня наконец дошло, что он пытается мне сказать. Я же всё на лету схватываю. Очень быстро всё понял. И вот какую практику я начал много лет назад. Маленькие карточки размером 8 на 12 сантиметров. Запишите 10 пунктов, что вы хотите, чтобы произошло с вами за ближайший год. Запишите. На столе, перед началом семинара, для тех из вас, кто смотрит видео или слушает диск, возьмите карточку размером 8 на 12 прямо сейчас. Поставьте запись на паузу и возьмите карточку. Однажды ко мне подошла одна женщина и сказала, «Аскип, я была на ваших семинарах, у меня есть кассеты, я их слушаю». Когда я слушаю, всё кажется таким замечательным, всё так идёт здорово, где-то 6 недель, а потом я опять оказываюсь в отчаянии. «Вы можете мне помочь?» Я говорю, «Думаю, что могу». Я спросил её, «Вы хоть раз брали карточку 8 на 12 сантиметров и записывали цели?» Она говорит, «Ну, вроде как». Я спросил, «Сколько семинаров вы посетили?» Она говорит, «Пять семинаров вживую, полные 20-часовые семинары». Ещё она говорит, «У меня есть семинары в записи». Это был прошлый семинар продолжительностью 9 часов. Я спросил, «Вы их хоть раз слушали?» «Иногда у людей есть кассеты, но они их не слушают». Она говорит, «Да, я их слушала». «Сколько раз?» «Пять раз, от начала и до конца». Я сказал, «Присутствуя на семинарах, слушая их на кассете, вы хотя бы раз слышали, как я говорю, взять карточку и записать свою цель?» Она говорит, «Да, я слышала такое». Я спросил, «Сколько раз?» Она говорит, «Ну, пожалуй, каждый раз, когда я вас слышу, вы что-то такое говорите». Она говорит, «Это точно есть на кассетах, я несколько раз слышала». «Это хорошо». «Кассеты не меняются». «Диски не меняются». Я спросил, «И вы ни разу еще этого не сделали?» «Ну, не сделала». Я спросил, «Почему?» Она говорит, «У меня ни разу не было под рукой карточки размером 8 на 12, когда вы говорили мне это сделать». Поэтому мы к вам на столы разложили карточки размером 8 на 12 сантиметров, лишая вас такой отговорки. На этой карточке, если вы не раздали их всем, кто сидит за вашим столом, сделайте это сейчас. Каждый берет карточку размером 8 на 12. На этой карточке, перед тем, как покинуть этот зал. Не сейчас, пока я говорю, а когда я закончу. Вы напишите 10 пунктов, что вы хотите, чтобы произошло с вами за ближайший год. 10 хороших событий в вашем бизнесе, в вашей семейной жизни, с вашим здоровьем и умственным состоянием. 10 пунктов. Пусть они будут позитивными, сформулированными в настоящем времени. Не «Я надеюсь, я хочу, я собираюсь», а «Я есть». Помните Морриса? Моррис летел на самолете. Самолет разбился. Моррису сказали, что он никогда не будет ходить, не сможет самостоятельно дышать, никогда не будет разговаривать и никогда не будет сам есть. Ему сказали, «Ты никогда не сможешь есть, ходить и дышать, потому что нервы, идущие от мозга к диафрагме, повреждены. Ты не сможешь дышать самостоятельно». И он рассказывает, «Я знал, что мне нужно представлять себе, видеть себя, видеть свою цель, выйти из больницы». И он сказал, «Я увидел, как шесть месяцев спустя я выхожу из больницы, жму руку доктору и благодарю его на прощание». Моррис. Очень интересно. О его жизни сняли в фильме. И в определенный момент в фильме показывают, как он спускает ноги с кровати и надевает тапочки. И он однажды мне сказал, «Знаешь, почему я попросил их снять этот кадр?» Я спросил, «Почему?» Потому что именно это я увидел. Я не был зрителем, наблюдающим, как кто-то встает с кровати. Я был в кровати. И я спустил ноги с края кровати, надел тапочки, встал и вышел из больницы. Вот что я увидел. Когда я шел на улицу, я видел, как мимо меня проплывают стены и проходят люди. Вот что я видел. Увидьте это в настоящем времени, как будто это происходит прямо сейчас. И где-то через три или четыре месяца он попросил медсестру, «Снимите с меня дыхательный аппарат». Она ответила, «Моррис, я не могу так поступить». Он говорит, «Снимите его». Она возразила, «Вы умрете, если я его сниму?» Он настаивал, «Снимите». Она пошла к главной медсестре и рассказала главной, «Знаешь, этот парень настаивает, чтобы я отключил у него дыхательный аппарат. Что мне делать?» Та ответила, «Как мы с тобой, так и каждый доктор в этой больнице знаем, что Моррис не может дышать без аппарата. Но чтобы Моррис понял это сам, отключите». А он несколько дней каждый вечер тренировался. Он представлял себе, как его грудь поднимается и опускается. Мышечная структура поднимает ее и опускает. И в процессе того, как она поднимается и опускается, воздух заходит в легкие и выходит из них. Он представлял это себе. Это сработало. Когда выключили дыхательный аппарат, целую минуту он дышал сам. И только потом понадобилось снова подключить его. На следующий день чуть больше. Еще через день еще больше. Сегодня Моррис Гудман путешествует по всему миру. Он каждый год разговаривает с сотнями тысяч людей. Ему не нужен дыхательный аппарат. Он дышит сам. Он ходит сам. Он ест сам. Потому что именно это он увидел. КОНЕЦ КОНЕЦ